Впервые, наверное, в истории Башкирии на региональном уровне объявлен дополнительный выходной. Я напомню, что 27 июня будет выходным, а суббота 24 июня будет рабочим днём. Вопрос о переносе выходного дня уже практически решён, сообщает нам издание «Коммерсант» со звукой на господина Назарова. Это связано с проведением российско-белорусского форума, который будет уйти с 26 по 28 в Уфе, а также на 28 выпадает Корбан-Байрам. Вот как пишет издание «Перенос выходного позволит, по словам премьера-министра, разгрузить Уфу. Когда гости приедут, часть Уфимса спокойно уедут отдыхать или уедут вообще из города». На ваш взгляд, нужно ли было так сильно напрягать всю республику для того, чтобы разгрузить центр Уфы? Вот да. Это интересный такой вопрос, который не сразу пришёл в мою голову, но вот теперь он там есть. Действительно, а при чём здесь Сиба или Нефтекамск? Зачем бюджетникам и чиновникам Сиба и Нефтекамска отдыхать во вторник и работать в субботу? Вообще нелогично. Ну, так как этим вопросом занимался Урал Кельсинбаев, признанный гением администрирования процессов в обществе, ну, вот мы имеем такую картинку. То есть, Уралу Кельсинбаеву в голову не пришло, что нужно было это сделать только для уфимских чиновников и бюджетников. Ну, ладно, оставим это на его совести. Да, действительно, решение очень странное, не факт, что эффективное, потому что, с одной стороны, как сказал Назаров, ну, всё напряжение тут в центре происходит из-за, ну, то есть, имеется в виду, многолюдности, много занятости всех парковок и прочее происходит за счёт перемещения и существования здесь бюджетников, да, и там чиновников, но во время празднования чиновники всё равно будут здесь, потому что там массу из них прикрепили там гостям, там они всё равно будут на обеспечении, кто будет на всех этих мероприятиях, то есть, они всё равно отсюда никуда не денутся, их автомобили тоже никуда не денутся. Так что, ну, а живёт в центре народ немного. Соответственно, даст ли это мера какой-то эффект? Ну, частично, конечно, даст, но будет ли этот эффект достаточным для того, чтобы разгрузить? Это первый вопрос. Второе, конечно, вызывает больше вопросов не то, что там перенесли выходной, и не то, что там будут парализованы там на два дня вот эти вот территории вокруг, там, Конгресс-холла, Белого дома и там Пушкина, Советская площадь и прочее, а то, что это уже сейчас происходит, то есть, вот сейчас и перекрытие, и блокирование там части улиц и прочее, прочее, вот это, конечно, вызывает, ну, то есть, по сути, это началось чуть ли не за 10 дней. То есть, вот это вот блокирование этой части города, это, конечно, вызывает массу вопросов. Как думаете, Путин и Лукашенко приедут? Я уверен, что нет. То есть, точно ни Путин, ни Лукашенко не приедут, ни их масштабы это мероприятие, это, во-первых. Во-вторых, ну, если бы это был, например, какой-то саммит или там, не знаю, там, фестиваль, там, Россия-Алжир, вот тогда бы приехал Путин, потому что он очень тяготеет сейчас к международным контактам, ему очень нужно доказывать, что он не в изоляции, и любой там смуглый президент с перьями за ушами для него очень желанный гость. А тут, ну, Лукашенко, с Лукашенко у Путина очень напряженные отношения, и вообще, как бы, встречаются они все равно, тем не менее, часто, соответственно, ну, что ему тут у фу еще оттащиться, это очень трудно с точки зрения, там, безопасности обеспечения, там, заводить бронепоезд, ехать на нем, это довольно, ну, хлопотно, так что нет, Путин, конечно, будет сидеть у себя там, где он сидит, а сюда нам присылают Валентину Ивановну Матвиенко. Так что мы должны все радоваться и бросать в воздух чепчики. Ага, это интересно, что здесь будет заявлено, какие подарки, кстати, в Уфе будут даны через 65-летие. Ну, я полагаю, что с подарками будет все очень скромно, то есть, обойдутся поздравлениями, а вот сколько мы на это все потратим, тут, конечно, страшно предположить, потому что, ну, кормить, поить эту ораву и вообще вот это все устраивать, и танцы, и пляски, и юрты, и даже настольный теннис будет задействован в развлечении гостей, прошу обратить внимание. Так что, ну, дорого нам это обойдется. Кстати, нигде не публиковались расходы на участие в КМЭФе? Нет. Я знаю только, что персональное участие каждого человека там стоило, входной билет стоило 1 миллион 278 тысяч. А сколько наших участников там было? Очень много, порядка 60 человек. Ого. Вот, и это еще стоимость билета без пленарного заседания. Скидос для госслужащих, может, какой-то есть? Нет, нет, это участие. Причем КМЭФ в этом году был очень успешен в плане посещаемости, это был самый посещаемый форум, 17 тысяч человек они окучили вот этими билетиками по миллион 200. А там грелки рвали под мозгу жамана. Да, ну, за это можно было посмотреть, как рвут грелки, значит, потом, значит, что они еще делали. А рвали они теннисные мячики, это тоже можно было посмотреть. И еще можно было послушать лекцию Путина про Бандеру. Вот. Но это не для всех, из-за отдельной деньги. Продолжение следует...